Александр Захаров почти 30 лет за рулем. За это время пережил много разных зим. И теплых, и морозных, и снежных. Последнее время даже не знает, что такое холодная машина. Установил систему автозапуска, занимается своими делами и садится уже в прогретую машину. Но когда наступают сильные морозы, всегда запускает автомобиль самостоятельно. Вещь удобная, но все равно, когда сильный мороз, допустим, больше 30, конечно, лучше самому выйти, завести. Я завожу, например, дальний свет, включаю секунд на 10, чтобы аккумулятор маленько возбудился. Потом можно заводить. В сильные морозы водитель рекомендует обязательно запастись необходимым количеством охлаждающей и стеклоочистительной жидкостями, имеющих достаточный запас по морозостойкости. Советуют приобрести и размораживатель замков и хранить его дома или в сумке, а также следить за давлением в шинах. Обычно осенью меняешь резину, еще как бы тепло. Постепенно при морозах оно спускает, да, тоже надо проверять. К сожалению, даже все предпринятые меры не могут полностью исключить возможность каких-то случаев и инцидентов. Если машина не запускается на сильном морозе, самая частая причина – разряженный аккумулятор. Специалисты советуют всем старый аккумулятор заранее заменить на новый, а также заносить его домой по возможности заряжать. В случае, если нужно быстро завестись, то попросить помощь у других водителей. Обязательно провода с собой возить. Желательно не дешевые, а чем толще, тем лучше и надежнее. Не всегда рядом может оказаться другой водитель, который придет на помощь. Тогда нужно обратиться к профессионалам. Мастера помогут запустить аккумулятор или заменить его, а также добуксировать до ближайшего сервиса в случае критических повреждений. За эти услуги придется заплатить от 500 до 2000 рублей. Именно так поступила и Любовь Беляева, когда однажды сама не смогла запустить автомобиль в сильный мороз. Мне пришлось вызывать дорожного мастера, который занимается именно тем, что достает и заряжает аккумулятор, ставит его на место за определенную сумму. Думаю, сама я бы не смогла, потому что достать аккумулятор достаточно сложно. Женщина, и он тяжелый. А если вы сами стали свидетелем, что кто-то не заводится или имеет другие проблемы, а вы можете помочь, то обязательно предложите помощь. Тогда решить вопрос замерзшего автомобиля будет проще. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев, Константин Головин. События.